Какие русские хотят войны? Романско-Морохо в военном обозрении за 3 марта 2022 года. Итак, наше общество оказалось располовиненным на две части в плане отношения к украинским событиям. Кто-то молчит, кто-то призывает прекратить войну и обе части, мягко говоря, не понимают друг друга. Тех, кто высказался за, сегодня не так много. В основном потому, что многие просто не понимают сути хитрого плана, как, например, известный режиссер и продюсер Владимир Бартко. Радости по поводу происходящего я не испытываю. Любая война вызывает, мягко говоря, отрицательные эмоции. Что общество может сделать, чтобы эта война прекратилась? Я не собираюсь ее прекращать. Я хочу понять, зачем, вот и все. А прекращать я ее не собираюсь. Она вполне может быть совершенно оправдана. Вполне ровная позиция. Я тоже не совсем понимаю некоторых вещей, но не тех, что происходит сейчас. А которые должны будут начаться после окончания военной фазы. Но это отдельный разговор. А в основном же наш бомонд проснулся и начал требовать остановить войну. Остановить военные действия. Остановить все. Как у любого нормального человека у меня только один вопрос. Где вы были все эти 8 лет? Почему ваша совесть молчала? Ладно, это совершенно риторический вопрос. Сейчас я хочу предложить рассмотреть эту ситуацию в совершенно непривычном ракурсе. Россия вроде бы пока свободная страна. И каждый гражданин имеет право на то, чтобы выразить свое мнение. Не так ли? Все так. Это право гарантировано конституцией каждому нормальному гражданину. Вопрос в том, как это право можно реализовать. И вот здесь у нас российское общество делится на три, а не на две части. Группа первая. Полупротестанты. Это люди, которые высказывают свое негативное отношение к войне, не имея на это никакого морального права. В эту категорию входят люди, которые, скажем так, имеют свои интересы в Украине. Вот Саша Васильев и группа Сплин, например. Очень против войны. Тоже требует прекратить и все такое. Правда, после 2014 года ноги Сплиновской не было ни в Крыму, ни на Донбассе. Странно, правда? Зато, когда под угрозой оказалась турная по Украине в июне-июле 2022 года, то вот Сплин как-то зашевелился. И если хорошо покопать, то таких вот «партестантов» в кавычках – вагон и маленькая тележка, у которых дело не в убеждениях и неприятии войны, а в тривиальной денежке в кармане и перспективе быть ущемленным в правах, в Европу не поехать, дачку в теплом месте потерять и так далее. И как оказалось, имя-то им – Легион. Я не стану здесь перечислять фамилии наших ургантов, на пару которых пять паспортов, пяти стран и три совести. В этом нет необходимости. Но все они кричат о вреде войны и желании мира. Украине? Сомневаюсь. Своему кошельку? Вот это более вероятно. Очень важно четко сформулировать суть протеста. А у этих граждан он сводится к тому, что плохо, что война идет на Украине. То есть, когда одни жители Украины убивали других, это было нормально. То, что там на Украине погибнет какое-то количество российских парней, это тоже можно пережить. У меня неплохая память. Эти люди ничего не имели против войны в Сирии. Они ничего не имели против войны на Донбассе. Им было плевать на смерть людей в Абхазии в 2008 году. Это небольшие страны, интереса для этих людей не представляющие. А вот жирный кусок Украины – это да. Но и где здесь патриотизм? Где здесь миролюбие? Защита своего кошелька и не более того. И плевать хотели орган, глобода и прочие на всех погибших там. Особенно на Донецких и Луганских. Бизнес и ничего личного. Бизнес лучше вести с Украиной. Там пока больше людей и больше денег. Да, я не сомневаюсь, что в нашем обществе есть и те, кому война действительно противна. Особенно, кстати, среди молодежи. Мем которой все события восьмилетней давности просто прошли мимо. И я ни в коем случае не осуждаю их выходы на акции протеста. Действительно, то, что показывали украинские СМИ, запросто могло пробудить простые человеческие чувства в молодых головах. И то, что наши подрастающие поколения вообще проявили гражданскую инициативу – это в целом очень хороший знак. Ведь они пошли не за идеи того же Навального, а против ужасов войны в соответствии со своими пониманиями. И хорошо, что они есть понимание. И не станем осуждать или третировать молодых. Они действительно имеют право на свое мнение. Однако тех, кто призывал правительство, президента и все остальное прекратить именно войну на Украине, не сказав ни слова в защиту ДНР и ЛНР, кто считал эти республики украинской территорией и игнорировал наличие их как таковое, находясь в более зрелом возрасте и будучи в курсе всего, что происходило начиная с 2013 года, эти люди должны понести некоторое наказание, хотя бы ущемлением в количестве концертов и выступлений, бить рублем по совести, так оно лучше всего выходит. И смотреть очень внимательно, смотреть в глаза. Доходит? Простить, не доходит. Давать возможность заработать столько, чтобы не чувствовать себя Ургантом. Кстати, Ивана Урганта надо спасать. Вот Ивана Урганта, обложив налогом на доходы от рекламы МТС, Альфа-Банка и прочих рекламодателей в размере 70%, а деньги направить на восстановление инфраструктуры Украины, за прекращение боевых действий на территории которой так ратовал наш телекомик. И так со всеми ратующими. И это очень неплохой ход. И восстановим все порушенное, и одновременно дадим возможность людям поучаствовать, почувствовать себя социально значимыми и добродетельными. И не дать упасть ниже. И сейчас я плавно перейду к третьей группе. Да, именно к третьей, поскольку один неосторожный шаг, и из первой группы человек может попасть в третью. Группа третья, предатели. Здесь все просто. Гербарий уродов мы станем составлять потом. И тех, кто не успеет сбежать, просто призовем к ответу по полной программе. Здесь те, кто стыдится того, что он русский. Кто, как негодяй Панин, обещает больше не ступить ногой на российскую землю. Короче, предатели. С этими людьми надо поступать так, как поступали в СССР. Сутки на сборы, паспорт порвать прилюдно, и на камеры СМИ до границы и вперед, чтобы их ноги действительно здесь больше не было. Честно и нечестно нажитое конфисковать. Деньги направить на восстановление все тех же республик. Кстати, все в том же объеме касается и Ельцин-центра, который еще 25 февраля выступил против проведения спецоперации. Екатеринбургу было бы куда применить площади этого рассадника предательства. Если вор должен сидеть в тюрьме, то предатель за пределами России. Незачем тратить деньги на его содержание в местах лишения свободы. Примеры Ходорковского и Березовского показали, что моральная, да и не только смерть, может наступить и без лишения свободы. В общем, смысл более-менее понятен. Еще один пример есть, позволите. Боря Акунин, который Анна Борисова, который Анатолий Брусникин, который на самом деле Георгий Чхартишвили, должен жить и творить в Грузии, а не в Великобритании, Франции или Испании, где имеет недвижимость и откуда призывает к миру и сыплет оскорблениями в адрес Путина. Заработать на недвижимость на книгах, продаваемых в России. Коротко, но в наших условиях разговор с такими людьми просто обязан быть коротким. Группа вторая. Кто может сказать «нет войне»? Кстати, группа довольно своеобразная. В ней реально присутствуют те, кто имеет полное моральное право сказать «нет войне». Но это самое «нет войне» оно на то и нет, чтобы быть для любой войны. Для войны НАТО против Югославии, для войны НАТО против Сербии, для войны НАТО против Ливии, для войны террористов против Израиля и террористов против Сирии, для нападения Грузии на Абхазию и Осетию. Каждой войне надо говорить «нет», если ты такой, весь против нее, в особенности, когда война рядом. Я понимаю, что Москва и Питер очень далеко от Донецка и Луганска, но война там тише от этого не стала. И вся Европа вкупе с российским бомонтом, так против войны на Украине, совершенно забыв, что Луганск и Донецк – это ведь тоже Украина. То есть, когда нужно давить на Россию, это Луганской, Донецкой области, где идет война Украины и России. За 8 лет присутствия России, правда, не было обнаружено, но ничего, главное верить в то, что война именно с Россией. А вот когда надо прекратить стрелять по Донецку и Луганску, это уже ОРДЛО, где живут исключительно пособники террористов и оккупантов, и которых надо жечь и убивать. И вообще, это внутреннее дело Украины. Очень выгодная постановка вопроса для тех, кто хочет ручки чистыми оставить, не так ли? Надо отметить, что когда шла операция по миротворению Грузии, которая расстреляла российских миротворцев и пыталась решить военным образом свои территориальные проблемы, тогда весь бомон тоже отметился протестами. И во время операции в Сирии критикующих было много, хотя там уже была не самодеятельность, там был призыв легитимного правительства страны, которая не видела другого выхода. Почему они все молчали, когда умирала Югославия? Почему молчали, когда над надуманными предлогами, под надуманными предлогами уничтожали Ливию и Ирак? Почему молчали, когда пытались убить ДНР, ЛНР, ПМР, Абхазию, Южную Осетию? Так кто может уверенно сказать нет войне? Те, кто беспристрастен, то есть осуждает войну в любом ее проявлении, но в нашем случае необходимо начинать с Донбасса. По сути, то, что происходит сегодня, это концовка того, что началось в 2013 году в Киеве и расползлось по всей Украине. Спросите у тех, кто все эти 8 лет стоял против войны на Украине. Рад ли уроженец города Сумы Юра Подоляка, кстати, один из лучших каналов Ютуба на тему дня, его сегодня рекомендую. Что творится вокруг его родного города? А может, харьковчане Миша Ануфриенко, журналист Майкл-1 и Дима Беляев, до сих пор в рядах Народной милиции ЛНР, трясутся от радости от того, что происходит в Харькове? Нет, с точностью до наоборот. У них сердца разрываются от происходящего. Дай Бог, чтобы не получилось, как у нашего Юры Ковальчука. Они тут в работе, но они там у себя дома, где не были эти 8 лет. И куда рассчитывают попасть после победы, которую они старались приблизить изо всех сил. Собственно, многих и многих можно причислить к тем, кто все эти годы с упорством дятла-маньяка долбил эту тему. И что греха таить? Далеко не всегда это было понимаемо. Ну, сколько уже можно про эту Украину? Сколько можно про Донбасс? Очень расхожие фразы в комментариях. Однако мы пришли к тому, к чему пришли. И паспорта у донбасских есть. И увозы берут. И дипломы признают. Есть, конечно, перекосы, но уверен, в будущем все наладится. Мы все не хотели войны. И не хотим ее сегодня. И будем сожалеть о каждом погибшем с обеих сторон. Потому что каждая смерть – это еще один клин между нашими странами в будущем. Будет очень сложно выстраивать хоть какие-то отношения. Но выстраивать их все равно придется. И наш протестующий бомон здесь не помощник от слова «совсем». Здесь как раз нужны будут учителя и агитаторы. Те, кто будет учить, рассказывать, доказывать. Не петь и плясать, зарабатывая на этом. Учить и объяснять. Протест, если он оправдан и справедлив, это понимаемо. Но если протест инициирован извне, а согласитесь, призывами украинцев интернет заполнен и все требуют и просят, чтобы россияне выходили на улицы ради них, это уже, согласитесь, не совсем корректно. Сегодня я впервые услышал от нашего Минобороны цифры. 498 наших мужчин, солдат, офицеров, отцов, детей, друзей погибли. Ради чего? Сегодня могу сказать совершенно уверенно. Ради того, чтобы нацистская зараза не расползлась дальше. Сегодня украинцы вопят о том, что в Украине нацизма и фашизма нет, что все это придумали агрессоры, напавшие на мирную страну, собирать в кинотеатры и крутить хронику Донбасса, напоминать, из-за чего все так началось. И как это происходит сегодня? Сегодня, как мудро сказал мой друг и коллега Алексей Кузнецов, русские убивают русских на исконно русской земле. Это печально, это больно. И ведь погибнут еще. И не только наши. Я прекрасно знаю, что в рядах ВСУ есть очень много хороших людей, которые не будут бить пленных и раненых, не станут издеваться над противником, которые понимают, что такое война. Там есть такие люди. И они будут до конца исполнять свой долг, верный данной присяге. И мне тоже будет жаль их. Да, почти так же, как и наших. Вообще, когда хорошие люди уходят, это печально. Так какие русские хотят войны? Да никакие. Ни российские, ни украинские, ни белорусские. Мы не хотели войн раньше, мы не хотим сейчас. Да, в нашей новейшей истории останутся не совсем красивые страницы. Когда рвали наших союзников, а Россия оставалась в стороне. Это было. Этого не скрыть. И мы потеряли много и многих. Но отстояли Приднестровье, Абхазию, Южную Осетию. Мало? Мало. Не дали пойти в разнос Казахстану. Прекратили траги фарс на Донбассе. Когда граница будет отодвинута, а руки укра воинов укорочены. Обстрелы прекратятся. И можно будет реально начинать налаживать жизнь. Немного осталось. Просто нет другого выхода иной раз. Но нормальные русские люди войны не хотят. Не показушно, защищая свой бизнес и свои вложения, просто не хотят. Но, как показали последние события, есть понимание того, что иной раз надо, скрипя зубами, это вытерпеть. Отказ НАТО от гарантии безопасности. Отказ Украины от нейтрального внеблокового статуса. Отказ Украины выполнять Минские соглашения о мире. Угроза Украины вернуть себе ядерный статус. Санкции от всей Европы. Ладно, выдержим и переживем. Не впервой. Бесконечно горько от того, что за откровенный идиотизм политиков на той стороне будут платить жизнями и здоровьем русские мужчины. Но мы можем понять, что иначе уже было невозможно. А кто не понимает, для кого 8 лет войны на Донбассе были пустым звуком, вот как раз это и есть совершенно нерусские. Роман Скоморохов. Какие русские хотят войны?